Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Отчет за вчерашний день. Номер 130. Вопросы события дня. Задавать вопросы. 19 апреля 2016 года. Я не буду считать сейчас это все, потому что многократно говорю, но и выбросить этот вот, как эпиграм взятый для нашего вот этого, этой темы, вопросы события дня. Я уже объяснял несколько раз. И далее вот этот вопрос не решился. Считайте. Я нигде не бываю ни в контактах, нигде. Многие люди пишут. Я даже не имею связи с модераторами с администрацией среди недели. То ли не отправляют им, то ли еще. Почему они в контакте продолжают писать? Раз в контактах пишите, мне не попадает. Я нигде не бываю, кроме на своих ресурсах. И поэтому, ну как-то сделать друг другу, передайте что-то. Заходить прямо на наш форум и к мне задавать вопросы. Они перетаскивают мне, а потом я даю, а не даю. И дальше объявления вот эти вот, чтобы краткое содержание дать. Считайте просто, смотрите. Ролик взял один, другой. Маленько потрудитесь для других. Вот оно как. Просчитайте. Тормозите, посчитайте. Время нет. Вот. Ну, то, что здесь написано. Тут все сказано. Пояснять нечего. Я думал, не буду ставить. Нет, никак нельзя. Потому что жизнь продолжается. Они и те же люди. Дальше. Юрий Соболев. Благодарю за ответ, Игнатий Тихонович. Во свете Библии все ясно. Ответьте как. Научитесь такие слова говорить. Если я отвечаю во свете Библии, споров никаких нет. На нашем форуме бывают люди посторонние, которые недавно сказали, так, посторонние, новенькие. И вот сцепятся друг за друга. Сегодня мы увидим. Ну, сказал, отошел и все. Ну, что в азарт-то входить-то? Верующие не спорят. Они возвещают истину и все. Уже сразу начинают, как говорят, ярлыки навешивать друг на друга. То, другое. Ну, у нас и явно видно, что богохольничья тут. Ну, модераторы есть. Тут посмотрят, сделают что-то. Дальше. А то богословы навернули до противоположного. В частности, это слышал отца Андрея Кураева, что Христос принес себя в жертву человеку. Двойка с минусом жирным протодиакону за сие. Видите как. Он уважает протодиакона, все, но, однако, заметил. Когда Андрей Кураев где-то обо мне отзывался, назвал меня самым выдающимся, там, знаменитым, какие-то слова таким миссионером, то сказал, говорит, а Игнатий меня по всем кочкам пронес. Я-то зарядил в книгах моих, я упоминаю Андрея Кураев, 120 раз. 120. И положительно, там, 10 процентов. Ну, как положительно, как одобрительное или что-то. А остальное, где-то он говорит, что потоп не все горы покрыл, только реальные было, там, около Нилы. Не могу, я говорю, тогда Евангелие от Кураева надо писать. Я уже не задеваю нигде. И вот через это высказывание его Юрий Соболев на меня вышел. Искал, нашел. И дальше он хорошо к дьякону относится. Но дьякон неправильно сказал, он сразу же, я дал ответ на название Библии, что не в жертву человеку, Богу, Отцу за человека. То вот это даже нельзя сказать, какая ошибка. Дальше. Хочу спросить, Игнатий Тихонович, о вашем отношении к толкованию священного писания Аверкием Таушевым. Я, например, не первый раз у него встречаю места чрезвычайно вольно истолкованные. Ну, это от русской православной зарубежной церкви. Никто его не знал, и там, как угодно могли называть, раскольник, еретик. И вдруг вот это вот это объединение-то произошло. Объединение-то хитрое, вот, зеленым сукном. Речь сошла о признании только, но патриархия, она действует все по мирским меркам. Сталинско-бериевской, закваской, кровушка эта. Все это разрушили, из одной зарубежной 13 так называемых юрисдикций сделалось. И так уж, вот теперь вот они начинают пропагандировать. Вот Слободского там закон Божий печатать. А то отбирали монастыри, там подговаривали полицию палестинскую на уровне государственных. Захватить, взять, они по-другому не могут. Вот, они никак, и так называемые миссионеры, они только обратиться к властям, запретить, снять с регистрации свидетелей Иеговы, все это. Это никакого отношения не имеет к Духу Святому, никакого, это богохульство. Ну как они, не так, не ходят за нами. Не против вас, значит, за вас. И как бы ни проповедовали, я и тому, Павел Вертранович, но не ересь проповедует. Поэтому, а как с ними беседовать, тут еретики ходят. Но если у тебя Дух Божий есть, зачем меня спрашивать-то? Я вот сегодня покажу, как вот ко мне вчера обращались, и я не отвечаю. Я говорю, я не молился, вы внезапно выскочили на меня, хотя ты давно знаком, но вопрос-то задал бы. Я хотя бы помолился, чтобы Бог положил на сердце. Я гляжу во дворе люди, я плохо слышу, гляжу люди, я быстренько выскочил на улицу. Две девушки и парень стоят. Стали разговаривать о так называемой свидетели Иеговы. Правильное название им, лже-свидетели под именем Иеговы. А что? А у нас глухонемой тут приехал один, для глухонемых, как бы говорит. И мы глухонемых ходим по дворам, везде узнаем, чтобы могли прийти, и к нам то другое. Ну что, да пошли со двора, поганцы, пришли тут в мой двор топчете. Это один вариант, который нам не заповедан. Другой вариант, я начинаю говорить, как мы свидетельствуем, что означает православие. Главная вера. И у нас ни одного слова, я не менее полчаса с ними разговаривал. Если что-то не так было, плохо там, они придут еще и еще, они больше на улице нашей неба. Они поняли, это моя каноническая территория, по ихному выражаться. Им надо дать знать. Нас Бог послал благовествовать. И не убеждать, а поведут перед царями для свидетельства, не для обращения, о которых ставят сегодня здесь. То есть, если не с ними, они начинают оскорблять и все, которые сегодня, так называемые, миссионерские отделы, это люди даже чуждые веры. Они чуждые Духа Святого. Они не понимают, что делают. Не могут быть созданы отделы какие-то, вопреки тому, что Дух Святой создал. Дух Святой как? Идите по всему миру. И по двое послал. По двое. Никаких отделов не было. Никогда. Нету этого. Нигде. Ни в практике. Это советское все. Коммунистический отдел создать. Это патриархия все придумала. Отделы. Они по-другому не могут. Им обязательно нужна какая-то система. И теперь они, ага, что сказали? Туда-то, того-то. Они кидаются. Вот на меня сколько вот сейчас международное рождественское чтение. Там Дворкин во главе. И меня разбирали. И что они? Ну ничего, кроме позора. Ничего. Но вообразите. Приезжает сюда Дворкин. Я не о другом Дворкина говорю. Александр Леонидович. Вот главный стектовед. Главный раввин. Берлазар. Это главный стектовед. Был раньше генеральный секретарь партии. И вот Алтайский государственный университет. Узнали. Наши люди пошли туда. Я говорю. Александр Леонидович, пригласите наше занятие в техническом университете. Это большой университет. 21 тысяча студентов. Там, я знаю, 15-18 стран только, которые присылают учиться здесь. Ну и подошли к нему. Он пошел назад. Ну пришел бы хотя бы. Никогда. Я его, что он выпускает, все считал. Ну, может быть, что-то редко где-то мимо прошло. Он меня не считал и не видел. Не встречался. Но у него уже, я говорю, тоталитарная секта. Это он придумал слово. Тоталитарная относилась к режимам мирским. Но именно к верующим тоталитарно. Это никто не додумался. Это его наработка. Его. И все, что отсюда выходит, что зверье такое воспитывается, те, которые его уважают под его руководством, это изверги. Просто изверги. И что он пришел? Нет. Он сразу же начал против меня. Он не видел, не знает ничего. Ему не надо это. И пришли, главное, пришли харизматы, там, пятидесятики, там, какие есть, баптисты. Ну, ему вопросы задают, а он не знает ответить. Он начинает их клеймить. Ему вопрос-то задан не тот. Он не может объяснить. Он и православие не знает никакого. А то я говорю о Дворкине. Ну, вот они видят, что, что говорит он, дурной. Как пишут, шизофреник, недолещенный. Наркоман бывший. Или настоящий. Наркотик, который он проглотил, там, где его послало ЦРУ, наверное, туда. Человек с двойным гражданством. Это много опаснее, чем он был. Они встали, пошли. Что можно сказать? Ну, он видит, вот, люди поднимаются, как бы, ну, в Думе. В Думе поднимаются против. В ООН бывает так. Ну, не признал один человек, что был геноцид против армян. Ты говорит против, там. А другие встают и пошли. Но никто не кричит. Это дано право выйти. Здесь не так. Он на капитре стоит, это мне передает Игорь Дубунов. Он кричит. Там, посмотрите, они пошли. Не унесли ли нас чего? Там ничего нету. А актовый зал Алтайского университета. Это главный, первый университет в Алтайском крае. И в этом месте стоять, незнакомым людям, кричать. То есть, это пришли в Орье. Он доказать может, нет. Он точно знает, за что его можно взять. Если бы они вернулись, сказали, ты нас оскорбил. Но я не о вас говорил, там другие пошли. То есть, он знает, как выкрутиться. Это хитрое бестие. Послали в Россию его сюда засланца, чтобы все разрушить. Сейчас сколько против него роликов говорится. Вот я с этим поговорил. Их больше нету. Нету. Бабушка одна звонит. А вы хотели бы изучать Библию? Хотел бы. А что? А вот у нас занятия. Там дворец такой-то, клуб там где-то. Видно, что она из этих, свидетель Югова. Что дальше? Я ей рассказываю. А у нас занятия идут в университете. Вы приходите. Я ей начинаю говорить. Все. Бабе некогда. Ее-то внучка теребит. У них всегда некогда. Как нашим папам. Некогда. До конца я довел разговор. И пригласил ее сюда. И слышу, в интернете говорят, Игнатий встретился. То есть в интернете. Разбил ее в пух и прах. А у себя на собрании похвалил ее, что она трудится. А ей 80 лет уже. 80 лет. Она если двигается, она будет ходить. Внучку за руку водитель себе оставили. Пошла. Вот мне одна написала из Белоруссии. 84 года. Инвалид второй группы. По зрению. Муж неверующий пьет. Коммунист. Ну, бывший коммунист. И как он внучка, она в лук это шестилетний ведет. Сядет придет. Давай в шашки играть-то. Ну, еще. Колька побежал играть в шашки. И она со мной. Так, давай переписывайся. Я в одном письме насчитал. Больше 70 ссылок на Библию она делает. И она мне рассказала. Она подошла к своему освящению. К отец Елеферии. Я вот читаю Евангелие. Как понимать? Агапия, ну ты же ходишь в храм. Ну. Ну, причащайся. Чаще исповедуйся. Чаще причащайся. Он ей не ответил. Когда она вторая жесть подошла, он сказал. Ты как баптистка стала. Евангелие ей надо знать. Да кто ж его когда знал? И вдруг она же ей звонит. Она дверь открыла. Две стоят приятные девушки. А вы хотели бы изучать Библию? Да Бог ответил на мою молитву. Все. Иконы под нож. Все было. Вот этот Елеферий. Да их таких полным-полно. Это почти все. Почти все православные такие. Лютые. Ненавидящие. При мне я сижу. Настоятель здесь. Благочины Алтайского края. Отец Николай Павлович Войтович. Называй Павлович. Чтобы знали, что не другой. Кто? Да это же иеговисты пришли к вам. Гоните их в шею оттуда. Ну гоните их оттуда. И все. Трубку положил. Все. Обратил. Но обратил. Пока вы там конференции проводите где-то, они от двери к двери идут. Новые-новые души. Он дворки не верующий совершенно. Никакой веры у него нет. Ну маленько-то откройте глаза. Я просто говорю к тому, что есть. Ну вот он теперь увидел как. Ну Андрей-то Кураев. Хотя его 120 раз пронес. Говорит, по кочкам меня. Но он и не изменил отношение ко мне. Он великодушно понимает, о чем речь идет. И дальше я отвечаю на это. Толкований пришлось мне почитать немало. В сердце разум полностью не отрицает ни одного. Ни одного. Даже сектантского. Скоуфилла там разная. Бакмелдеры. Каких только не было. Всяких еретиков считал я. Даже высказать нельзя. Это, не знаю, тонны, наверное, литературы с прессой. И везде какую-то каплю-цеплю. И дальше. Но за основу наполнения из сердца и ума взял с первых дней после знакомства со Словом Божиим именно толкование блаженного Феофилакта. Который, в свою очередь, взял в основном от святого ионозлатоуста. Понятно? Это вот главное. Научитесь вычленять. А остальные. Блаженный Августин там говорит что-то. Это хорошее все. Оно простое, доступно именно вот здесь. И поэтому толкование стараюсь жить более полвека. И по нему вел занятия весь день, где была возможность. То есть в пяти университетах, отдельно в милиции, в воинских частях, заводы, фабрики, школы, техникуме. То есть нет места, где бы я не проповедовал. Я считаю, что я был самый востребованный в годы перестройки. Даже вообразить нельзя. Прихожу домой, стоят машины. Около дома. А я живу там в частном секторе. Два полковника стоят. Это вылапки. Мы вот приехали к вам. Мы решили дофрахтовать самолет, чтобы из одной воинской части другую вас перевозить. Ну пусть кто-нибудь скажет, чтобы такая востребованность была. И никогда сектантов даже не поминаю. Потому что человек, знающий истину, он сразу отличит. К нам слово тоталитарное лепить начальник. Ну что такое тоталитарное? Ну сначала узнайте. Это человек не имеет свободы передвижения. А где это такое в монастырях? Дальше. Не имеет свободы пользоваться средствами. Выбирать работу. Где это? В монастырях. Ну у нас-то побыли люди. Даже на занятия не остаются. Некоторые на собрания никогда не бывают. Ушли на неделю, а другие бывают и на месяц, и на полгода. Когда что-то случилось. Дальше. Не имеют возможности распоряжаться средствами своими. Не рублем. Где? В монастырях. Не имеют возможности передвижения. Куда поехать? Где это? В монастырях. Вот самая тоталитарная, если так понимать, то это вот эта организация. Это патриархийная. Монастыри. А у нас ничего этого нигде у нас нет. У нас такая свобода, которой нигде нет. Нигде. Понимаете? И поэтому для нас это должно быть особенно понятно. А как так? Да так. У нас свободно, можно посещать баптистов, адвентистов, яговистов, куда пожелает, идут люди. Литература, яговистская там, башня стража, там что-то называют, сторожевая башня. Я ее здесь в пачку целую принес и раздавал. Кончилось богослужение, заходят ярло, песни, отвечаем и сидим, все слушаем. Вот они православные. Где еще у православных такое есть? У православных. Я уж не говорю про сектантов. Те зажаты еще крепше. Какое отношение имеет к тоталитарным? У нас был один тут иеромонах, он исследовал, он учится очень грамотный, какой-то там богословский или религиозный какой-то, какой-то факультет. теологически. Судников. Отец Нафанаил, а то у нас 19-й том, открытым оком, посчитайте, он и делает исследование, в конце выводит. В общине у нас был два с лишним года. Ягод изнутри наблюдал, то есть прокрался сюда, веры никакой нету. И романах. И кончилось с чем? Восстал против. Восстал против. Ну а и что? Да ничего, Бог отнял все. Бросил все, веру потерял, ушел, женился. Но за него хватается. В 19-м томе, посчитайте. И он говорит, община где была, это не тоталитарность. Это у них полная свобода. Теперь на это ссылается везде. Но где он говорит не тоталитарно, это не важно. Теперь Игнатий, вот дом у него есть, он желает владеть там. Ну такое бредня такая. Почему? Каким-то образом связано с патриархией, и самое главное, с этим гнездилищем беззакония и безумия миссионерскими отделами. Это просто сатана их придумал, эти отделы. Людей оттуда и надо раскодировать, как говорят. И они уважают этого своего гуру. Вот это гура настоящий. Да. И по великой милости Божией, по благодати Духа Святого издал это толкование блаженного феофилакта, приложив к нему и толкование апокалипсиса, святого и на богослова, составленное по всем святым отцам, отцом Геннадием Фастом. Этот в красном переплете трехтомник по 752 страницы в каждом томе издал уже повторно. То есть вот такого толкования, то есть полно по святым отцам Новый Завет за 2000 лет не было издано. За 2000 лет в одном трехтомнике, чтобы было все с откровением. И еще дальше. С самыми лучшими иллюстрациями Библии, гравюрами Густава Доре, раскрасив все его 230 гравюр. Вот так. Это мы делали уж больше года. Сколько людей этим занимались. Это со святыми фотографиями. Дальше. И добавил еще 297 комментариев. Другим шрифтом подчеркнуто это не толкование. Говорит Анна Златовуся, я говорю, а вот штатский еще так, говорит Игнатий Бринчанинов вот так. То есть расширяю и даю приближение на сегодняшние дни. С округлением корешка и с закладками цвета российского флага. Вы понимаете, сколько разных. И когда читаю иные толкования, как Феофана Затворника, Таушева и даже святых отцов первых веков, то узнал, принял во внимание и не далее того. На практике никогда не пользуюсь ничем иным, как Феофилактам. Разбирать их и оспаривать у меня уже нет ни времени, ни желания. Дальше. И особо люблю. Благодарю за изъяснение, Игнатий Тихонович. Мне было важно узнать общий вектор. Согласен с вами. Особо благодарю за ответ письмом. Он любит письмом. Что такое вектор-то, знаешь? Ну, это в геометрии. А? Это в геометрии указывают... Я не говорил где, но что именно? Ну, что такое вектор, расскажите. Ну, я тебя спрашиваю, я тебя знаю. Вы, наверное, знаете лучше. Вопрос-то я задал. Ну, вектор направления. Вектор движения основных потоков воздуха показывает стрелку куда. Вектор. Стрелка направления. Владимир, отец Игнатий, мир вам. Вчера позвонил вам. Хочу приобрести книги вами, изданные. Новый Завет с толкованиями святых отцов. Каждый день, благодарю Бога... Вот я, Владимир, фамилию не стал ставить, потому что они, други мои, я такого еще не встречал. Они ничем не занимаются. Безбожные. Хурители, хулиганы. Они сразу этого человека умеют в интернете там копаться, находят и заливают грязью его. Столько мерзостей говорят. Я уже не стал. Просто невозможно. Это даже не псы, демоны какие-то, как будто бы. Каждый день, благодарю Бога, за встречу с вашей проповедью, которая легла в сердце и в душу. А себе сказать могу, что крестился, а точнее облили в Иерусалиме без научения. Ого, в Иерусалиме? А так же самое, они его не учат ничего. Но милостивый Бог не дал сильно заблудиться, хотя желания были. И обязательно 200 долларов, чтобы отдал. Это сегодняшний по нашим деньгам 140 тысяч за крещение. Давайте. Тяжело думать о потерянном времени, но в то же время и радостно осознать во свете Библии, что и последние могут стать первыми. Когда говорят во свете Библии, я знаю, значит, он побывал у нас. Очень многое хочу вам рассказать и спросить советов и наставлений. Прошу разрешения связаться с вами в скайпе. Спаси Христос. Я ему ответил, дал. Где Игнатий? И Игнатий? И дальше Акаку? И по-латински 10. 10 плотно это. Звоните, находите. Сергей Игнатов. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Я не сумел найти на форуме строку, куда можно написать вопрос. А он следующий. В Деяниях Апостолов читаем. Сам ты, Павел, продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках мы писали, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили у себя себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Деяние Апостолов, 21 глава. 21, 24 отделенные. Двоеточными отделяются. Дальше, двоеточим надо, а не черточкой какой-то. Дальше. Вопрос. Так что же утратило в Ветхом Завете свое значение после данного нам Господом Евангелия? А то один священник публично заявил, что, на проповеди, от 15 февраля 2016 года, что после встречи Богомладенца Иисуса Христа и старца Симеона в Ветхий Завет, мол, можно отодвинуть сторону. Меня такая фраза священника возмутила, что я назвал это ереси. Правильно, это еретик говорил, еретик. И главное, еретики, они учат, что плоть свою Христос в крещении снял, теперь у него плоти не было. Ну, точно такое же. От Симеона, богоприимца. Да не богоприимца, это встреча вообще ничего не значит. Никакого отношения к нам не имеет. Никакого. Это один из шагов, которые были в жизни Христа. И все. Нигде отражения нет. Продолжения этому нигде нет. Ну, что именно в подробностях? Это у Скрижали, новой Скрижали, можно посмотреть у Симеона Солунского. Ну, в церкви знают, что-то сохранилось, что-то нет. Внешний образ, там бороду брить, это как было, все остается. Что означается плоти? Не жениться на родственниках. Это в Новом Завете не повторяется. Что касается плоти, то и осталось. Главное, что не отменено, закон вечный Бог дал, а возвышено. Если там приносили ягненка, то тут Христа. Там Христос себя, агнец Божий, берет на себя грех мира. Если там положили на жертвеннику, то тут на крест. Ну, вот такое. Скрижали обозначали Христа. Мы реально с ним встретились. Если были они в ковчеге, то ковчег это Божья Матерь. То есть, надо понимать, что это означает. Вот и все. Ересь сказал этот человек. Алексей Коранов. Игнатий Тихонович, в каком месте изменили символ веры? Прочтите измененный, чтобы нам точно знать. Я уже об этом говорил. Посмотрите, сами зарядите. Переполненный эфир буквально все. Ну, маленько сами-то начинайте работать. Ян Златоуст говорит так. Научитесь не задавать вопросы. А в другом месте задавать. Да как? Не задавать. То есть, ты должен уже знать. Судя по времени, вам надо жить быть учителями. Ну, я только что отвечал вчера и сегодня на это. Людям надо передать. Ищите вот в этих утренних наших отчетах. Вот это у меня страница в моем мире. Вот сюда заходите, чтобы связаться. Ну, а тут уже вы узнаете, какой у меня здесь почта. Да прямо здесь под этим можно писать. Если не знаете, как вот вверху, вот первое, вот здесь. А мне вот ткните только. Это перейдете там, где можно давать ответы. Вот здесь. Видишь как? Сколько у нас тут роликов? Видео 3047. Вот так. И фотографии. 18916. Понятно. Теперь вот первое. Первое тут. Если я толкнул, так он ее. Сразу перешли на момент, где можно писать. Вот тут и пишут. Вот они идут. Вот он Юрий Совальев. Он отсюда пишет. Я туда перенес. Вот он Игнатов отсюда говорил. Я перенес. И вот смотрите, кто здесь есть. Вчера говорил о ком. Вот они идут. Идут. Здесь может быть бесконечно. Вот Никита Колесников сидит рядом. Там где-то. Ну и дальше. Дальше мы переходим на наш форум. Вот. А там у нас было вот это. Вчера. Да. Так, а вот это? Это не было. Давай еще тут он говорит. Кто такой? Симон. Сатаной, закольцованной верою, в беспробудную свою грешность, чтобы потеряли разум и знание Христова, которое предлагает... Впереди непонятно. Закольцованная? Закольцованная вера. Это слова Александра Александровича Блока из стихотворения. Его. Я вот к слову сказать, стихотворение. Ну, вы хвалитесь. Ну, ничего нельзя сказать. Заходит одна здесь, крымская фамилия ее, то ли она поэтесса называет себя, Санкт-Петербург это. Ну, вот вы пишете то, другое. А вы можете сказать, вот этот куплет один поставил? А кто это сделал? Я сразу ей полное стихотворение говорю. Гавриил Романович Державин написал в таком-то году поэма «Бог». И всю поэму... Ого! Она тогда, видимо, самый из запасников тайная выставляет еще куплета два. А вот это вы мне могли бы сказать? Ну, я говорю, это редкий поэт, но очень хороший. Григорий Нарикотсе, армянский поэт в таком-то веке. Ну, и название этой поэмы сказал. Она говорит, я чуть в обморок не упала, она не ждала. Да была бы рядом, да встретились за то же... Все, душа приобретена. Она говорит, я не верующая. Но здесь это для меня, представьте, редкая. Она говорит, это я уже знаю откуда, мне просто интересно. Я не поэт, но слишком много знал стихов. Я мог до шести часов наизусть рассказывать стихи разных поэтов. Просто дал мне разумение. И вот он написал это. Кто ему пишет-то? Это он пишет? Это он пишет. Или ему пишут? Это он пишет. А дальше что? Закольцованные верою в беспробудную свою грешность, чтобы потеряли разум и знания Христова, которые предлагают спасение раскающимся и причастившимся его тела и крови. Верою в святость Христову в себе и бояться святым страхом согрешить. Верующий же сатане в свою беспробудную грешность, слуги его и смерть им будет им по слову их. Ага, непонятно, кому он говорит это? Мне? Не знаю. Какой-то эпиграф может. А дальше это что? То есть это много. Даниила. Многие очистятся. Ну понятно. Даниила там еще какие места принимают? Теана, Левит, книга Левит. О, это здорово. Ну надо прочитать. Я не буду это большие, не могу просто считать. Ну ничего, вопроса-то никакого нету. Я так и не пойму, кому он отпишет. Мне? У нас с ним, это самый Симеон. Симона. Мы с ним говорили, где-то мне он понравился. Хороший разговор был, но... И дальше... О, наконец-то фотография. Потому что это он этому Александру... Это он, наверное, Александру Русскому пишет все-таки. А, дальше что? А-а-а. Более того, неоязычество это научное определение оккультных сектантских течений. Еще более того, я стал... дал ссылки на исследователей вашего... Ну понятно. Понятно. То есть они между собой. Это он тоже приводит местописание, да? Да. Ну это тоже, это не его фотография. Ага. И дальше что тут вот это? Это что у нас? А вы же чуть возьмите. Это религиозные секты. Свобода от совести. Часть вторая. Свободная от совести где-то. Ну я тут ролики смотрел, я знаю. И вот это смотрел у меня и есть. Посмотрите ответ не протестантским псевдокрестьянским сектантам от святи Библии. Ко мне вопрос есть тут, нет? Нет, только по желанию. Это я знаю. У меня ролик этот есть. Есть ролик у меня в архиве. Ну и дальше... Они что-то между собой тут не договорятся. Ну а тут, видимо, Андрей Кураев. Да. А-а-а. Это, наверное, Стеняев. Ну а там где-то ходит совещание, конгресс, то другое-то. А надо это или не надо? Ну не знаю. Тут я не смотрю, он столько роликов, ясно дело. Но большинство из этого, вот я по картинкам вижу, неизвестно. Дальше. Белокохан. Вот Кохан. Кто такая? И думаешь, не очень ясно. Что-то, вот это вот, что-то светит свет сзади. Что она пишет? Простите, что докручаю вот так. Понимая, что много серьезных дел у вас и без меня, попробуй написать краткое себе сюда. Так как анкету не понял, где заполнять. Вы в сайте ВКонтакте в графы пустые или на вашем сайте? Нет. На нашем форуме, вот где вас поместил я, на форуме, форум. Сайт есть, там мертво, склады лежат, только зайти, посмотреть, заказать. Там ни ответов, ни вопросов, там и ставить некуда. Здесь, на форуме, в ютубе, в скайпе и в моем мире, особенно в моем мире, тут я отвечаю всем. Всем до одного. И что она дальше пишет? В наличии же имеют только телефон для выхода в интернет. Ну и в связи с этим разные возникающие неудобства и ограничения. С 1966 года из Белгородской области. Какой? Белгородской. Белгородской, ну ага. Это где-то ближе к Украине, там вплотную почти. Четверо детей, из которых старше будет 30, а младше 19. Двое внуков, муж. У него и нет его, и есть. Но это очень больная и сложная для меня тема. Если позволите, пропущу или отложу немного понапозже ее. Да. Почти год нахожусь в монастыре Трудницы в городе Курске. Фото сделать трудно в подобном месте, но зеркало помогло. О, а там нам зеркало? Ну, молодец. Видишь, как платочек, все как положено. Ни одного замечания нет. Дальше. Так уж сложилось, что на распутье сейчас. Многое резонирует внутри и не принимается сердцем и душой почему-то. Вопросов возникает много из-за этого. А имея в душе жажду воды живой, еще эти ответы на серьезные вопросы, вот и поселилась на вашей страничке, как частый гость. Хоть порой косвенно и уже давно. А хотелось бы вдруг взгляды веры очень близкие, как сказались мне, и понятно. И когда слушаю, то сердце принимает сказанное с легкостью и в простоте, без противления или отторжения. Понимаете? Они найдут, эти неприятели, которые, они найдут ее там, вытащат. Сейчас созвонят в епархию, Курскую епархию, они задавят ее. Ну, обычный их путь такой, эти изверги. Не напишешь всего, да и косноязычно. Знаете, очень часто в последнее время возникало желание позвонить вам, несмотря на вашу занятость, попросить совета сложившейся ситуации. Скайпа нет, но и выхода, как кажется, тоже. Скайпа нету. У кого-то попросите, раз труднится, с кем-то познакомьтесь, выйдите по скайпу, поговорим. Но я отвечать не буду ничего на такое, у меня времени нету. Я печатал тысячи страниц, на Украине на два была. А у них вот эта, как говорят, не пипец, клавиатура в другой размер. У меня пальцы сцепляют две-три клавиши. Я не могу печатать. Печатаю пять минут, а минут пять-семь выправляю ошибки. Дальше. Так, распутье, в котором застыла моя жизнь, и не только моя. Вашему совету действительно очень была бы рада, как и дружбе. Все. Все, больше ничего нет. Ну вот я говорю, заходите. Я к модераторам обращаюсь. Почему не отсылаете их? Или отсылают люди, не понимают. И ничего не пойму. Ну, ответит пускай. Дальше. Это Симон. Алексей Лещосипов, ТВ-канал Союз. Обличает настоящее положение в христианстве. Слушаем аудио ВКонтакте. И там ссылки. Ну, понятно, что. Еще что тут? Вторник. Что, парень или девушка? Никита Еремеев. Никита Еремеев. Калининград. Калининград. Ого, как далеко. Были мы там. Дальше. Батюшка, здравствуйте. Еще будучи протестантом, смотрел ваше видео, встречу с протестантом. Фраза «Непостанье креста». Геннадий Тихонович. Что? Отодвиньтесь, Володя просит. Не видно о камере. А, меня? Виноват, прости, Господи. Фраза «Непостанье креста» застряла в моем уме и помогала мне в тяжелые минуты раздумья о выборе веры. Спасибо вам за миссионерские труды. Да. От модераторов информация с сайта воскресенья 17 апреля 2016 года служитель небольшой протестантской общины города Калининграда, выполнявший обязанности пастора Никита Еремеев, принял православие. Мое возвращение в православие с протестантизма, говорит Никита, это не дезертирство из армии врага, а результат некой эволюции мировоззрения. Это его слова, или он где-то копирует? Это его слова. Его, да. В протестантизме я познакомился с Ахаристом, евангельской историей. В православии я познакомился с Ахаристом, живущим сейчас в таинствах тела церкви. Я бы сравнил мой приход в протестантскую общину с бегством из Египта, мысленного, из греховного мира в Синайскую пустыню. Мой приход в православие это переход через Иордан, это начало завоевания земли обетованной. Именно так описывает жизнь христианина древняя церкви. Это сражение и смерть в бою за землю кротости, за жизнь со Христом в Царстве Небесном. Руководитель миссионерского отдела Калининградской епархии Иерей Александр Пермяков утверждает, что протестант имеет сильный интерес к православию. Говорит, проблема в том, что протестанты в книгах встречают одно православие, а в жизни самих православных другое. Абсолютно правильно. И это главная причина того, почему эти искренние люди до сих пор не с нами, сказал священник Александр. Правильно. Так от меня-то что требуется тут? Ничего нету, вопросов нету. Ну по скайпу только говорит, тут я могу принять. Если встреча была хорошая, я говорю, через две недели можешь еще позвонить. Дальше. Кто это? Надежда Братских, Москва. Здравствуйте, скажите, пожалуйста. Братских. Почему Братских, а не Братских? Самое слово Братская, если Братских такого нету. А, Братских. Ну да, француз Никита Андреевич Калининград. Надежда Братских, Москва. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли возможность переехать в семье с тремя детьми в вашу замечательную деревню? Вы не написали, детьми муж есть или нет. Какие остальные дети? Вы сами просто так представьте, что сегодня вы там продали все. Есть средства для того, чтобы приобрести там, говорится, участок. Теперь приезжайте, ну, не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Вот пять качеств берем. Но это не все. Дальше средства должны быть построиться на пустом месте, завести хозяйство. Одна с ребятишками, куда ты? Ты только просто из дома не выйдешь. Никто никому помогать не может. Каждый сам выживает. Но у нас живут уже. Первые годы трудно, лопата будет. Потом сейчас есть уже трактор, школа своя. Я ничего тут не могу на это ответить-то. Ну, нет данных-то таких. Вот я сказал, что бывает переезжают дети, взрослые, все единодушные, не пьют, не курят. Три сына больших. Это построится. Денег, да, денег никаких нет. У нас деньги есть. Деньги есть, я понимаю, и есть. Но деньги должны быть большие. На огромном месте с нуля экскаватор копать, дорогу привозить. Материал строится. Какой хочешь дворец сможет строить. Я могу сказать абсолютно точно только одно. Лучшего места для воспитания детей в православии, чем у нас, трудно найти. Думаю, что и не найти. Не найти. Такие у нас условия. Все верующие, учителя все верующие. Дальше. Райхан Джайнакова, Загидулина, Казахстан, Алматы. Мы с ней переписываемся, готовимся к окрещению. Она была у свидетелей Иегова. Ну, вот она открыла себя сама здесь. Ну, теперь на нее кинутся. Ну, не знаю, вряд ли что они с ней сделают. Она твердо уже пришла в православие. Твердо в православие пришла. И что она пишет? Игнатий Тихонович, сегодня я была в церкви, пришла помочь в уборке храма. Омывали. Там в лавке нашлось ведерко пластиковой перги или перги. Пергии, да. Пчелины на донышке заплесневелой. Предложил батюшка, кому нужна. И я взяла. Дома в интернете посмотрела, она желтая или светло-коричневая. А моя почти черная. Может, она старая совсем. На вкус кисловатое и мягкое. Есть ли у вас знакомые пасечники, которые правду скажут о моей перге? Спасибо. И фотографии перги этой. Перги. Ну, я родился в такой семье, где всегда были пчелы. У деда моего были пчелы. Мама работала на колхозной пасеке. Своих 25 ульев было, колодок. И мы выросли буквально с этим. И это все сказывается на здоровье. Вот перга. Также она бывает такого, чтобы черного цвета совсем. Я не знаю, ну, может быть, старая. Но какими-то она там катышами такого не видал. Она та же рамка, рамка та же. Сотовый мед. Видели, какой он перга? Перга что такое? Это пыльца, которую пчелы... Не видел я этого, но как знаю. Она и готовит для будущего поколения заранее. Холодильник. И они, говорят, обрабатывают каждую ячейку восьмигранник свой. Кажется, восьмигранник и шестигранник. Могу, все это уже перепуталось. И пчелка как бы лапками держит, а голова-то у нее твердая, как у стрекозы-то. И она эту пыльцу туда толкут в обработанную, дезинфицированную ячейку-то. Потому что весной надо кормить, а пыльцы-то нигде еще нету. И они заранее готовят. Вот у них так есть. И когда она толкла, сверху тонким слоем, воском затягивает. И, видимо, сверху еще мед лежит. Тут подробности эти уже, я уже давно не занимаюсь этим. Вот, ну, перга, это очень вкусное, хорошее. Ну, чтобы отдельно, вот такими катышками лежало, не знаю, кто бы так делал-то. Не могу ответить. Надо увидеть. Я знаю только такое, если сомневаешься, лучше не ешь. Вот это абсолютно точно. У меня один раз, я вообще стараюсь ни у кого ничего не брать. Ребята, ну, говорят, что-то принесут. Тут будет кто-то кое-что, не знаю, я в рот не беру. У меня не расположено сердце. Я с детства не приучен чужую одежду, носить обувь, надевать. Никогда у меня это вообще не бывало. И точно так к этому смотрю. Одна же пришла еврейка наша, знаете, университет. А я вам пирожки принесла. Да что я говорю, Гришка Распутин, санистыми пирожками меня кормит-то. Пирожки принесла. Но потом узнал, кто она такая. Еврейка Королева Фаина Соломоновна. Может, у нее и хорошее намерение было. Первый раз прийти в университет на занятия пирожки дать. Да кем это надо быть? Уже даже собака научная от чужого не берет. Так, Райхан не могу ответить. Нет, маловато данных. Дальше. Все тут вроде бы, да? Все. Все. Ну, верни к батюшке назад их, верни назад. Не ешь. Это определенно, не ешь. Заплеснило, не знаешь. Я не говорю, что это не пирга. Но меня спросили. Вот вчера один священник меня спрашивает. У вас день потеряевки? А батюшка, мы с ним дружим больше 30 лет уже. И он меня зовет. Ну, батюшка зовет. Ну, ехать, не ехать, я не знаю. Ну, так... А я при чем? Ну, вы мне скажите, ехать, не ехать. Э-э-э. Отец Иоанн говорит, ты мне не звонил. Где ты? Доеду на машине. Давай через три часа позвонишь. Я помолюсь и тогда дам ответ. О, хорошо. Я уже забыл про него. Помолился и успокоился. Он мне звонит. Звонит с дороги уже. А я уже гостиницу ему приготовил. А, вот как. И я ему отвечаю. Я говорю, запиши вот, что написано. Исайя 30 глава 7 стих. Он повторил. Я говорю, слушай. Ибо помощь Египта будет щетна. Щетна. Ну, щетна. Ну, щетна же, конечно. Щетна, щетина. Что ты придумаешь? И напрасно. Напрасно, можно сказать. Это женщина откуда красна называется. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Я говорю, вот это возьми. Сила их. Так выходит не ехать. Я говорю, нет. Он обрадовался. Это я как от Бога принял. Ну, как от Бога. И мои слова, это не знаю. Может быть, я от Бога. Я опровергать не могу. Но. Я говорю, если ты уже приготовил ехать. Деньги-то не маленькие. Это откуда ехать-то? Далеко? Считай, что там, где она, Тульская область-то находится совсем далеко. Я говорю, тогда эти деньги найди нуждающихся там. И помоги. Да где они-то? У меня сейчас совсем нету. Так это еще польза. Да я про то и говорю. Ну, обрадовали меня. Ну, и все. Батюшка-то еще не знали, что одного клиента я отбил. Я никогда не смотрю на это. Должен. Зачем такую дали ехать? Приехал. Теперь обратно ковылять. Несколько дней жизни своей тратить на колеса. Зачем? Не надо. Ну, а я подтвердил Священным Писанием. Вот видите, как. Это я вообще рада, как я говорю. Как отвечает? Помолился и ответ. Вот. Теперь у нас видеоканал. Вот он. Какой. Посмотрите. Почитайте. Примерно 4300 наших роликов. Примерно. Ну, в этом где-то районе. Вот. Ну, и самое драгоценное. Вот здесь, если нажмете, главное условие, главное, вот. То выйдут здесь жития святых. Вот мной насчитано, 80-е годы были. Теперь они друг от друга оторваны, оформлены. Ну, как видеофотографии наплывают. Ну, например, вот. Кого показать тут? Память преподобного Зосимы. Зосима. Это 4 минуты. А вот 31 минута. А тут 32 минуты звучания. Ну, может, за побольше взять. И во святых отца нашего, и в тихие. Считает Игнатий Лапкин. Да? Вот я нажимаю. Посмотри, как идет. Включи. Пропоную. Я попутно скажу. Посмотри, какой крест. Кресты какие-то. Вот такие должны быть. А что утолщение на краях, у священника на ризы, лепесток какой-то, это все враг сделал. На балдашнике железо накручено. Вот такой должен быть крест. Вот. Это не я делаю. Это православные храмы. Должны быть ровная черта. Ровно вверху. Вот все. Это просто графика. Подлинно настоящие кресты на старинных храмах. А сегодня накрутят, навертят. Вот здесь еще в конце, еще поперек крестик делают. Еще. Я посчитал как-то один раз. Получается, 18 концов. А это восьмиконечный крест. А 18 дели на 3 шестерки. Трижды 6, 18. Зачем это делать? И у священника на ризах, посмотрите, какие лепестки сделаны-то. Это никакие не кресты. Это обман. Это обман. Это может быть ваулов служитель. Креста боятся как огня. Везде, везде кресты, везде сокрытые. Крест, которым благословидают. Посмотрите, что у него в руках-то. Ну, посмотрите, там привезли руку Пантелеймона, Пантелеймона. И вот так везде там прямо стоит статуя. И все увидели, что это чертов знак. И люди поклонялись, целовали, осквернялись. А теперь поднялись. Служение сатаны в православие идет. Ну, зарядите просто. Вот того. Везде. И там рука стоит так. Это все масоны показывают, все колдуны. Вот так вот рука, чтобы было. Не знаю, видно, не видно ее. И дальше, как она идет. Слава Иисусу Христу! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 апреля. Житие во святых отца нашего Истихия, архиепископа Константинопольского. Родиной Святого Истихия было находившееся в Афридии селение, называвшееся Божественное. Впоследствии Святой Истихий оградил от оселения каменными стенами. Построил здесь обширную церковь во имя сорока мучеников. И поселил добродетельных мужей. Ну, понятно. То есть, это я насчитывал в 80-х годах, 20-35 лет назад. Голос более молодой. Полностью насчитано жития. Я пока в интернете не встречал. Это я насчитывал. 12 томов Дмитрия Ростовского. И по настольным книгам 2-й, 3-й том еще нашел 174 жития, которых нет у Дмитрия Ростовского. И они тоже включены здесь. И вот теперь эти пленки хранились, где там закапывались. И как-то более-менее ясно еще. Звук тут есть такой. Вот оно. Берите и слушайте. Каждый день выставляется сейчас. 1173 ролика могло бы быть. Но тут будет меньше на каждый день. Там может быть 400. Больше не будет роликов. Это не я делаю. Это добрый человек нашелся. Вот вам образец. Заходите. Потом я их перетаскиваю в мой мир. В мой мир вот сюда вот. А как выглядит наш форум-то я еще не показал. Вот оно как. Посмотрите. Вот наш форум. Больше. Православный форум. Видите как. Здесь 1587. Это очень большой форум. И вот я не мог найти ничего еще находить. Нажми на это новое сообщение. Зайдешь на последнюю страницу. Дальше. Вот здесь вот общий поиск. Вот. Нажмите его. Все. Главная страница. Сообщение. И как там зарегистрироваться. Слушать можно. Никакой регистрации не надо. Но если желаете сами что-то написать. Надо зарегистрироваться. Составлен очень и очень хорошо наш форум. Я мало знаю где у кого такие форумы есть. Сколько там отделов. Как легко находить. Видео. Аудио. Много-много из других мест. Просто огромные темы. Огромные. Вот что бы не спросили. Спросили о ИНН. Вот сюда заряди общий поиск. Вот к ней сюда вот общий. Не поиск по темам. А общий. И там рамочкой у него заряди. Ну давай посмотрим что-то. Ну что-то задай. Найти. Вот она рамочка где-то. Что я сделал-то? Не туда наткнули. Не туда наткнул. Ну вот теперь. Вот она рамочка. Ну какое-то слово одно. Можно. Ну допустим тебе нужна потеряевка. Заряди слово. Потеряевка. Вот посмотрите. Потеряевка. Все. Где-то искать надо. Да, надо. Нажмите. Она работает уже? Нет, нет. Где-то возить надо? Нет, да, да. Найти. Вот она открывается. Посмотрите. Потеряевка что? И зимой. По отзывам в моем мире. Даша, Потеряевка в Википедии. В Википедии. Вот понимаете сколько? Вот сколько надо будет просмотреть. Ну допустим Потеряевка где? Зимой, да? Да. Ну вот. Потеряевка в Википедии даже можно открыть. Вот я откнул. Ну а дальше это открывается уже. Вот она где. Потеряевка. Все здесь. Все абсолютно. Какие правила? Как приехать можно? Люди? Чем занимаются? Это огромная-огромная тема здесь. Кто приезжали? Что о нас писали? Все найдет. Это я передвигаю просто где-то. Вот понятно о чем речь идет. Потеряевка. Вот только надо найти. Вот на наш сайт. Ага. Это откуда мы? Это на форуме было. А теперь у нас есть сайт. Сайт библейский. Вот заходите. Здесь наши книги. Вот здесь все книги. 41. Одна книга моя здесь. Их надо перевести. Там PDF и другое. Здесь прадедский лагерь. Он единственный был в России. 44 года ему. Здесь тысячу больше моих проповедей. Здесь ответы. Самое ценное конечно вот эти ответы. 55 тем папок. Стихи. Ну, стихи. Это моих стихов 3467. Фото, звук и видео. То есть вот звук и видео это вообще. Там фильмы про нас сняты. Милости просим. Заходите. Ну и все на этом на сегодня. Во славу Божию. Продолжение следует. Продолжение следует...